До конца ноября в Ульяновске создадут центр телемедицины на базе городской больницы номер 3, что на Локомотивной. Это позволит консультировать пациентов с подтвержденным коронавирусом, который лечится амбулаторно. При этом врач оптимизирует свои ресурсы, а пациент остается дома и не распространяет вирус. Задача номер один на сегодняшний день незамедлительно доработать всю нормативно-правовую базу, которая должна в полном объеме соответствовать тому, что у нас есть уже на федеральном уровне. Центр телемедицины будет напоминать колл-центр. Столы, огражденные друг от друга перегородкой, автоматизированное рабочее место сотрудника, на котором установят два монитора. Один для доступа к базе данных пациентов, другой для видеосвязи. Среди персонала сами врачи, операторы и технические специалисты. Пациентов условно поделят на зеленую и желтую зоны. Те, кто переносит болезнь в легкой форме, кому достаточно консультации через монитор. Будет и красная зона, кому требуется незамедлительная помощь вне дома. И при проведении консультации, соответственно, этим сотрудникам будет по соответствующей чек-листу заполняться, то есть бальная система чек-листа, после чего сотрудник телемедицинского центра будет понимать, нужно ли в дальнейшем этого пациента направлять к врачу, либо врача на дом на вызов, либо к нему должен выйти сотрудник отделения неотложной медицинской помощи. В Ульяновской области уже существует система видеоконференц-связи формата «Врач-врач». Центр телемедицины расширит возможности общения в этой цепочке. Будут проводиться консилиумы при разборе сложных клинических случаев и трансляции уникальных операций. По опыту коронавируса телеприемы перенесут и на пациентов с другими заболеваниями, например, с сахарным диабетом. Ему надо бы с эндокринологом проконсультироваться, не надо тащить его в больницу, туда и обратно. Эндокринологу не надо ходить по всем в этот момент, ему надо сидеть на месте и проконсультировать с десяткой этих людей в разное время по телефону. В следующем году телемедицинские центры должны заработать на базе каждой поликлиники. Так, в привычный прием врачей внедрят расписание приема пациентов через монитор. Ринат Алиулова, Владимир Куликов, Новости Уллправды ТВ.